А насчет 3. Найди в эфирном пространстве свое эфирное тело. Вика, 1, 2, 3. Ну, я сразу увидела, как только вот подела очки даже. Но хотела, ты так умеешь хорошо погружать еще в лук же. Вот, я вижу себя. И вижу сейчас такая, как тучка черная, как бублик такой черный. Вот, и передо мной такая, как будто бы стена, и там такие копеечки развешаны. А я вот так хочу вытолкнуть эту стену, и от этой стены такие, как пики. Прямо в ней в руки. Вот так в руки. А кто-то в секторе магии слышу смех, и ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха за живот берутся так смеются. Ясно. Ага, ага. Так. И правая нога, я вижу, прорастает вот так. В правой ноге такая, как цепь, как будто бы ледяная. И кто-то программу ставит, вот в секторе магии, интерферентов, это она вот так связана в одну. Вижу, что как будто бы кого-то, вот так вот макают. Макают в... Ну, мордой в грязь, когда-то. Угу, понятно. Да, я показываю, что это на меня. Я вижу, как от сектора интерферента магии идут такие два глаза черных. Они так пробираются прямо ко мне. Угу. Так, сейчас разберемся. Сейчас, Вика, считай свою эфирное ДНК, ты ли это? Да, я. И спроси у себя разрешение на работу с тобой для тебя. Разрешаю. Угу. Так, сейчас, Вика, прикажи тому, кто находится в секторе магии, кто смеялся, проявиться на нашем рабочем столе. Угу. Выглядит, как такая программа стеклянная. Она вся стеклянная. То есть полностью погружена в эту... Как сама матрица. Матрица. Угу. Так. Считывается, слышу, колдовской ритуал. Угу. Так. Так, прикажи ей отвечать, что она делает в твоем личном пространстве. Она говорит, забираю успех. Так. Прикажи ей показать, какой ритуал она делает по отношению к тебе, чтобы забрать этот успех. Я вижу, она открывает какую-то книгу. Вот как открывается книга, и вот эти страницы с одной стороны уходят в сектор интерферентов. Они такие, как ледяные. А на этой странице, вот, черными буквами написано... О, написано такие слова. Убыток, смерть. Потом что-то... Кара. Какие-то заклинания. Ага. Так. Смерть, да? Тоже есть. Угу. Так, прикажи ей отвечать, зачем ей это нужно. Это ее воля на это воздействие? Или у нее есть кто-то, кто ей приказал это сделать, сказал? Угу. Я вижу, что ее кто-то держит за шею, вот так вот задавил. А ее как будто бы даже нет. Она просто считывается, что присутствует. Угу. А вся она находится, ее эфирная часть находится в секторе интерферентов. Угу. Она там вся черная. Так. Считывается уголек. Она только может сжечь. Она сожгла свою душу. Ясно. Так. Прикажи тому, кто держит ее за шею, проявиться на нашем рабочем столе. Вот я слышу ее имя Елена. Да. Появляется какой-то дух. Такой большой. Держит ее вот так за шею. Она вот так вот переэта самая. С рогами, с хвостом. И хлыщет, как хлыстом. Вот этим хвостом. Угу. Это кто-то, по-моему, у нас в сеансе был. Да. С этим духом. Да. Так. Хорошо. Он рассчитывается как-то матрица безразличия. Почему-то уже несколько раз услышено. Так. Матрица безразличия. Устошения, безразличия. То есть вот такого вот как-то упадка. Что человеку ничего не хочется, ничего не видит, ничего. Нет отсутствия перспектив. И сейчас я вижу, что этот огромный демон, он начал уменьшаться. Угу. Но я слышу сильное жжение в области головы. Так. Это воздействие от него? Считай. Жжение в области головы. Вот это на голове, вот эта точка, называется Матильда. Матильда? Да. А почему Матильда? Она вот такая, как была. Так. Считай информацию, что это за Матильда. Оно считывается, как, типа, матрица мотыляния. Вот, мордой в грязь. То туда, то сюда. Вот так вот. Угу. То есть вот это какое-то сумасшествие. Матричное сумасшествие. Хорошо. А кто хозяин этой Матильды? Считай информацию. Это тот же дух? А, это дух. И вот эти все люди, которые вот там стоят, и так гомонят они. Как бы толпа такая. Угу. Они все смотрят на меня. Я вижу у них над головами вот эти такие Матильды. Такие шары все. Так, а кто это на физическом плане? Приказываю самому главному тут выйти. Давай. Пусть примет форму, как он на физическом плане выглядит в нашем воплощении. Выходит Черномор. Дух, к которому подключен Илья. И Илья там внизу, в экранчике. Угу. Моной. Моно держится шею тоже. Угу. И держит, вот Илья, и с этим духом, он держит как лошадей вот этих людей на черных привязках. А эти люди, они все как стеклянные, как неживые. Подключки к ним черные, идут вот так сзади, прямо в сатылок. Угу. То есть Елена одна из них, да? Из этих людей. Да, 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 но она еще и делает ритуал, заклинание. Прикажи Елене показать, какой ритуал она делает, что происходит на физике в это время. Вижу, она читает эту книжку. Там у нее зажжена свеча. И она, вот эта свеча вот так вот капает. Она делает ритуал на смерть. Свеча капает. И она потом берет, переворачивает эту свечу. И вот так вниз. Угу. Так. Ясно. спроси у нее, еще какой-то ритуал она делала в отношении тебя? Пусть покажет. Да, она, я вижу, как она посылает эти черные шары. И эти все черные шары, они являются одной составляющей цепочки, которые вот эти все, они на меня, прям слышу, ополчились. И вот так вот. Я такая огромная стою. Ну, прям свечусь, как солнце. А они вот это здесь, все собрались. И мой свет их обжигает. Буквально у них, как бы, лицо плавится. Угу. Ясно. Так, хорошо, Вика. Сейчас приказывает Елене забрать каждый ритуал, который она делала по отношению к тебе. Все последствия. Пусть она своими же руками, все программы, все колдовство с твоего пространства забирает. Сейчас я хочу с ней поговорить не так быстро. Хочешь? Ну, давай. Я хочу посмотреть это покрывало. Вот я его увидела в секторе интерферентов. Появляется вот такое покрывало. Я его в нескольких сеансах видела. Сейчас оно такое прозрачное. Считывается покрыть преступление. Так. Считай, Вика, информацию. Что это вообще за покрывало такое? Какие его функции и свойства? Сейчас я вот смотрю. Оно вот так идет от этого. Там этот дух из сектора интерферентов. Вот так им колышет. И оно вот так в секторе магии, вот как хвост этих игуан или кого-то там этих ящериц, вот так заворачивается в кружочек. И вот оно вот так вот заворачивается. И всех этих людей, которые эти шары посылают, оно как бы взяло свою спираль. Это покрывало. Так. Я слышу ложное солнце. И вот эти все, как зеркало там есть. Зеркало, которое закрывает сектор первотворца. Считывается ложный свет. Так. И от этого зеркала идет отображение. Такие лучики. На эту всю команду. И у них такие энергии какого-то безумия, безумной радости. И они так радуются. Они радуются, какие они светлые. Так. Вот я рассматриваю, что это за диск такой. А за этим диском вот этот черный дух находится. Вот именно вот этот дух смерти, упадка, это вот что, это Елена делает этот ритуал. Слушай, а вот это вот покрывало, вот тебе все время приходила невидимка, невидимка. Это связано с этим покрывалом? Да. Сейчас я этот механизм посмотрю. Считаю информацию, как он работает. Я вижу, что я считаю их своими. Кого? Ну, вот этих людей. Потому что и проявляется жалость. Я не проявляю достаточно воли, чтобы их, образно говоря, шандарахнуть. А почему ты их считаешь своими? Почему ты их жалеешь? Ну, я смотрю, что я смотрю на них, как на людей. И еще в них свет. То есть божественный дух, я слышу. А у них божественного духа нет. Тарас. У них вообще нет божественного духа. У них у каждого есть вот это вот от этой штуковины, от этого зеркала, которое закрывает свет первотворца. Это посредник такой их. Идут такие лучики, и у них душа, я слышу, зеркальная. Они только могут отображать не качество, а вот это считывается Матильда. То есть вот это вот. То есть они сами не понимают ничего. Их буквально эти программы энергии мотают мордой в грязь. Образно говоря, то с одного конца, то в другой. То есть вот это, вот это безалаберность такая и неразбериха. И эти же программы толкают их поступать так же в отношении к другим. И вот внизу сон выходит Лидия, и у нее на голове как гнездо и смей, и ноги все в червях. Такие черные, слышу гниение, черви ползут по ее телу вверх. Слушай, а с этой информацией у нее тоже нет Божественного Духа у Лидии? Нет, у нее, ее душа находится в секторе интерферентов. Большая, огромная душа ее, но я вижу, что открывала связь. Она ее потеряла. И вот эта ниточка от ее к сердечной чакре вот так почернела. То есть она потеряла эту связь. А вместо души это зеркальная, искусственная душа. Ясно. И она ее кложит, я слышу, кложит. То есть вот эти стеклянные, образно говоря, стеклянные, а так это квантовые души. Вот эти квантовые души от этих... Когда же она ее получила? Сейчас я посмотрю. Я вижу, что она как будто бы украдкой, как будто бы крадет. И смотрит, чтобы не видел кто-то. Что она крадет? Она крадет эти черные энергии, шарики, использует. Она буквально себе нацепляет. Вот берет и нацепляет себе на голову вот эти шары. И они с одним концом в секторе интерферентов. А во-вторых, слышу, Илья, оно так и было. Помнишь, она все приставала ко мне, к тебе, чтобы мы ее почистили. А сама втихаря занималась вот этими шариками. И не признавалась? Нет, она не признавалась, нет. Пока Сергей не сказал где-то уже в декабре, нет, в январе или в декабре. Когда это уже, как говорится, гром перед громом, он сказал, давай посмотрим, чем-то там Лида занимается. Вот. Ну, ясно. И потом во всей красе стало ясно, чем они там занимаются. Да, 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 да. И в этот момент я вижу, как вот эта черная энергия просто сожгла эту связь с душой. Ясно. Я вот смотрю, другие, эта вся компания, на обедом проявляется вот. То же самое? То же самое, все то же самое. И этих мужиков они, и Лидия, вот эти феминистки, держат как бы руками своими над пропастью. И эти мужчины их, которые повелись на эту магию женскую, они поддались, потому что у них вот эти очень сильные блокировки от их родных матерей. А я вижу, что вот прям пошло к Сергею, сын мой. Я вижу, мне жарко его, потому что он мой сын, Орфей. И вот на эту жалость к нему, и я хочу его освободить. И на это все это притягивается постоянно. Именно жалость к нему, да? Ну, да, желание помочь ему, потому что он не видит и не понимает. И точно так же это касается и Андрея, и это касается вот этого Аполлона. Надя его захватила своими женскими когтями, этими энергиями феминизма и фашизма. И вот они все в этом, блин, держатся только на такой штуковине. Вот этот диск в эфирном плане, вот это что, этот Эгрегор. Он считывается как Эгрегор, который создал Илья. Блин, Матильда. Ну да. Матильда, она имеет, сейчас я тебе скажу, энергии считываются. Извиняюсь за подробности. В женском органе, я прямо вижу, короче, там в этой конструкции, и там есть какое-то эрогенное кольцо, то есть искажение вот это, да, и по-нашему, по-культурному, это центр Эгрегора феминизма. Так, слушай, ну ты же понимаешь, что понятно, что твой сын, да, но если ты будешь испытывать жалость, то это будет все время к тебе притягиваться. Ты хочешь сейчас поменять свое отношение? Единственное, что ты можешь сделать, это передать ему информацию. Я передаю им всем информацию. Я вижу, что во сне, когда я видела, я их поставила всех. О, сейчас я вспомнила это. Я начала их, как говорится, посылать им любовь и давить их светом своим. Я вижу, как я это делаю, я всем им посылаю информацию, энергию любви, жизни и гармонии. Я вижу, как эта вся конструкция, она затрещала буквально. Вот я набираю в холодильник лед, я так люблю, знаешь, в стакан такой лед, и он, когда выходит на тепло, эти куски льда из холодильника, они начинают трещать. Особенно, если туда вода попадает, наливаю воды, потом еще, этот лед трещит. И вот я вижу, как я вот посылаю вот этот свет, и этот лед весь, вот это, где они все находятся, трещит. И я спрашиваю, чья это матильда, я снимаю себя с головы. О, Илюша, он в этой матильде, человек, который подвержен сам этим всем программам, он вот это ползет и учит других. Ну и туда же всех. И я вижу, что Сергей, он один из этих, он в первом воплощении должен был прийти, эту гармону убить, а он ее спас, позарился на ее. И в этом отношении то же самое. Я ему эту картину всю показываю. А его высшее я говорит спасибо, мама. Я, я так говорю, отказываюсь. Как он на это регион? А, вот оно что. Отказываюсь принимать телесные программы. Я слышу, зачистую монету. Блин, надо же. И сегодня у меня раз копеечки высыпались из кармана, и я их пособирала. И говорю, так, мамочки, домой. Так, так, Вика, подожди. А что значит принимать программу за чистую монету, телесные программы? То есть, я вижу, что вот эти у нас, эти программы как работают, что мы смотрим на человека и воспринимаем вот эту оболочку человеческую, как человека, но я вижу, что эти люди, они пустые внутри. Там просто пустота, вакуум. Там ничего нет. Этот вакуум, который в их душах, он вот так работает, что он вот так вытягивает энергию с пространства. В себя. В себя, да, с окружающего пространства. То есть, они тянут на себя. И вот эти дамочки, которые требуют денег, то есть, зачем вы заказываете сеанс, если вы не уверены, да? А потом они требуют. Так, я эту Лену вижу. Вот спроси у нее, зачем она заказывала сеанс и платила деньги? Какая ее цель была? Истинная. Она вот так пробирается и как будто бы, ну вот сюда к решению, к моему решению и говорит вот так вот лопищи свои этот дух. Уничтожить тебя. И в этот момент я вижу, как эта книга закрывается. И вот эти все черные цифры, буквы, эти слова и вот это все ее воздействие, которое вот тут возле моего пространства вот тут собралось. Знаешь, как бита. Он просто считывается как бита. В рот ей. Все. Хорошо, Вика. Приказывай ей забрать это колдовство, последствия. Все колдовство, которое она делала в отношении тебя, все последствия. Этим всем тоже персонажам. Каждому, кто делал в отношении тебя какие-то ритуалы, колдовство, воздействия, все приказывай забрать и на всех призывай карму. Да, я услышала, пора отрезать. В каком смысле отрезать? Считай информацию. Ну, я увидела вообще, что я беру медь и вот так вот это все ледяное пространство, где эта вот вся мишура. Так, окончательно отрезать? Да. Так, что с ними будет, считай информацию после этого, как мы их отрежем? А это нас не касается. Это их дела. Первый творцом. Я вижу, что это зеркало, которое светит на них, как будто бы солнце, да? У него образуется такой рот. И вот этот дух, который там состоится этим всем, пожирает их. Наклоняется вот так вот и пожирает. Все уходит в сектор интерферентов. Я слышу очищение. Хорошо. Очищение пространства от мусора. Все, отрезаем, отрезаем весь этот мусор. Я отрезаю, я вижу, что эту программу, которую вот эти красотеты навешивают на меня, я беру этот сосуд такой с этой черной энергией и выливаю им. Я приказываю им забирать всем до единого, пусть они тащат на себя. Я вижу, как это они, как бы этот сосуд, как ртом, этим горлышком их засасывает внутрь и забирает. И я вот это сняла покрывало. То есть вот это покрывало считывается вот как жалость, да? Это оно работает как невидимка. То есть я как бы позволяю какой-то части их воздействия проникать в мое пространство для того, чтобы им не навредить. Но это против конов вселенной, потому что они идут, я слышу, разоблачение. Утилизация. То есть они идут на, по конам вселенной они идут на утилизацию. Так, Вика, убирай всю эту жалость из своего пространства, которую ты когда-либо испытывала по отношению к ним. Да. Отрезай их всех, всех в портал. Также уничтожай это зеркало из нашего общего пространства, уничтожай это центры Грегора феминизма, эту Матильду, все эти программы, этого духа, всех уничтожай. Всех в портал на полное уничтожение. Очищай все свои личные пространства от их энергии, наши общие. Я вижу, что снимаю это покрывало, невидимка. Отправляй его на уничтожение в портал. Вот, да. Приказываю Илье, все его шарики, воздействия, все невидимки, снимаю все запреты на снятие их магии. И я вижу, как я просто кричу в эфирном пространстве, вот так, вот так. Показываю всем на это ложное солнце, на этот ложный свет. И вот так пальцем я показываю и говорю, вы враги. И закручивается такой, снова вижу, как черный хвост, который их снял. Вот так вот. И все посыпались в сектор интерферентов. И я эти все их энергии слышу, снова разоблачаю. Хорошо. И посылаю все на утилизацию, очищаю все наше личное, мое, все наше личное пространство. Вот так и звучит, я прям говорю, как... Хочу сказать что-то другое, а ну нет. Это наше личное пространство, общее, потому что все наше общее пространство, это и есть наше личное. Мы имеем отношение ко всем и ко всему. Очищаю от сужеродных энергий смерти, предательства, лжи. И распространяю право гармонии занять место пустоты. Хорошо, все эти программы, это ложное солнце, вот этот центр эгрегора феминизма, вообще этот эгрегор феминизма, весь на уничтожение, в портал. Я слышу, что он выращивается, он выглядит как шейка матки, вот, а вся эта матка там внизу, в секторе магии, странно. Оно выглядит как перевернутая матка, но матка не зверюга, а матка женская. Да, я понял. Как бы трубами вниз, да? Труб я не вижу, там я вижу, так, ну этот мешок серый такой, а это к этой шейке, это вот эта матильда, вот она. Идет подключка в сектор интерферентов, и они пьют энергию с этого. А в центре там что-то, кто-то там портал такой открытый, черный, кто-то там есть. Там находится этот маленький уже, этот черномор, вот, и в этом. Ну и короче, а внутри этого всего, это стоит там Илья с этими, с этой матильдой на голове, и рассылает по нашей священной вселенной. Это вот. Так, хорошо, тогда, Вика, давай эту матку уничтожим, чтобы оттуда больше ничего в нашу вселенную не проникало. Уничтожаем. А знаешь как? Я вижу, я беру из сектора интерферентов вот эту черную энергию, которая там пила их, и переворачиваю, как кувшин. Вот. Вот и кувшин. Энергия идет сюда, в эту мату. Получается, что этот антимир пил энергию с этих адептов этой секты, а теперь пусть напьются этими энергиями. Пусть упьются этой своей собственной гадостью, черной магией, ложью и этим всем. И я вижу, как это зеркало у него появилось, это ложное солнце. Появились зубы, и оно просто это все жрет, все вместе. Процессы утилизации во вселенной. Карму никто не отменял, оно само собой работает. Ага. Все, отлично. Вот, и когда оно вот так хавает, хавает, и так вот оно опускается, и потянулась такая какая-то, как стебельечек в сектор первотворца. Да, там что-то есть. Так. Еле такое слабенькое. Потянись этот стебельечек, хочешь? Да, я вижу, что... А я слышу, что система замены. Потому что я смотрю вниз, и там внизу, на этом стебельке, болтается такой истинный свет. Душа праведника. Угу. Вот. Им буквально, я вижу, как будто одели на головы вот этот венок, как Иисусу, типа, одевали. Вот. А на самом деле вот эту Матильду, то есть вот это насилие, магия, и феминизм, фашизм, это одно и то же. Угу. Им поодевали. То есть они использовали энергию и жизненный потенциал праведников, чтобы иметь силу уничтожать их. Угу. Вот я вижу, как она, эта конструкция. Вот вниз она, она как гиря. Вот эта нижняя часть была светящаяся, творческий потенциал, жизнь, которая поддерживала смерть. А вверху, где первотворец, наоборот, черное. И оно сейчас вот так. Угу. Как колесо. Не колесо, а как эта штука, как будто бы на оси. Раз, и перевернулось. И возвращаются боги домой. А эта вся черная энергия уходит. Угу. Хорошо. Пусть боги возвращаются домой, а эту систему замены нужно уничтожить, чтобы она больше не действовала. Как это? А, ну да. Да, да. Сейчас я посмотрю, там какая-то ось есть. Так. Что это за ось? Читаю информацию. На чем это держится? Оно считывается ось мироздания, ось земли. В человеке тоже такая ось есть. Так. Давай считай. Равновесие, ось равновесие. Считай для начала информацию в человеке, где эта ось находится. Оно вот где-то вот здесь, в желудке. И оно, у человека как-то переваливается вот туда-то 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 туда. А если, сейчас я посмотрю, как было в начале, в самом начале. А не было этого. Оно как-то все было равномерно, однозначно. Вот как случится. Оно выглядит, как такое равномерное, чистое пространство с такими шарами. А эти шары... О-о-о... Эти шары, это воля считывается, воля душ. А воля душ всегда была жизнь, гармония, истина. То есть не было вот этого. Это как, знаешь, как это называется, как эта штука... Дети катаются один с одной стороны, другой с другой стороны. Ну да, такие качели. А-а-а, вот качели, да-да-да, карусели, качели. Вот. Это основа этого антимира. Бросать. Вот причина шизофрения. Так. Хорошо, Вика, тогда давай эту ось уничтожаем в своем личном пространстве. Ты в своем, я в своем. Так, а надо посмотреть, когда оно образовалось вовсе. Кто к этой оси имеет отношение? Кто заложил основу этой? О-о-о-о, заложил основу этот Серафим. Этот демон, да, и все создал. А кто ему разрешил? Кто ему разрешил создать эту ось, считая информацией? Я вижу, что разрешил Первотворец и разрешили все. Они посоветовались, они держали совет. И говорят, разрешим ли мы, ну, идет вот так, разрешим ли мы провести эксперимент. И выяснить, кто прав и кто не прав. А зачем это нужно? Считай информацию. Какая цель этого была? Считывается для общего блага и вылечить пространство. Так, тогда давай, Вика, сейчас избавиться от вмешательства. Оно считывается как гангрена. Вот этот антимир, все эти энергии, они считываются как гангрена. И как гангрена вот так расползается, и как бы спасения уже нет. Вот точно так же этот антимир с его законами расползается по пространству, и как бы туда все, что попало под его влияние, уже существовать не может. Оно типа как-то существует, и здесь типа жизнь. Но на самом деле жизни с перспективой смерти, это не имеет никакого смысла. То это все равно, что смерть. То есть, существа, которые в этих захваченных гангреной пространствах, типа живут, вот как мы сейчас, да, типа живем, то на самом деле это считывается как живые, типа живые, но мертвецы. То есть, это смерть. И каждая такая, я вижу каждый человек, который не отрекся от этих энергий гангрены, он потенциально опасен. Для Вселенной сразу он считывается и включается механизм, вот я слышу этот сигнал тревоги, механизм защиты от этой гангрены. Так. То есть, я вижу сейчас, мне идет, что мы должны принять решение. Отсечь эту гангрену, то есть, принять решение, полностью признать. Я слышу праведность Творца и правильность, то есть, правдивость. Слышу эксперимент, закончился. Успех. То есть, это как прецедент. Оно считывается как прецедент, который даст в будущем реальную возможность избегать подобных случаев. Ну, я вот так слышу, я так вслушиваюсь. Оно не все идет. Иногда надо послушать. То есть, вот эти все испытания. Я вижу, что в этой гангрене, вот там где соприкасание, вот где близко соприкасается с светлым пространством, с чистым, вот так, там вот эти шары светящиеся. И это мы, это наше пространство, и мы говорим, вот те, кто освобождаются, эти боги, которые выполняют свою миссию, и они буквально в эфирном плане это выглядит, как растворяют вот это, эти черные энергии, они как прослойка между миром и антимиром. И своими решениями. Я слышу, признать праведность. праведность. Вика. А подсмотрю. Хорошо. Тогда мы, да, признаем эксперимент законченный, признаем праведность первоисточника нашего первотворца. И законность, я слышу, законность кона в жизни. Да. И принимаем решение, отрезать эту гангрену. Я вижу, как этот мешок, прямо услышала, как оно называется, произносить теркомиссиан. Почему? Это типа матка. можно, но не культурно. Она вот так вот оттягивается, этот весь антимир. Это вся матка. Они построены по принципу этой голодной матки. Аааа. И вот женщины, которые подвержены этим программам, у них вот это есть такая болезнь, бешенство матки. Только подумал. Вот оно. И вот эту бешеную матку, этот весь антимир, я вижу, как эти шары сидящиеся, это вот эти ангелы, все боги. Мы вот так спиной прислотняемся к свету первотворца. и отовсюду выходят такие лучи, как столбы, как колонны. Что это за колонны, считай? Насчитывается, я слышу, возврат. То есть, оно возвращает все туда. вот это колонны из рук, везде, везде. Такие колонны. Так, возврат. Сейчас одну колонну беру, считаю. Это духи. Я вижу, когда я начала дышать, два месяца назад, мне три дня, я видела, как такие, какие-то штучки выходили у меня из лица. И это оно то же самое. Так. А это считывается, как программа, дух. То есть, вот эти замерзающие, вот эти основы смерти. То есть, вот это, там такие спирали, сейчас генетические. это генетические коды смерти. И все, я слышу, освободившиеся, стоят, и вот так, сначала это все так как цемент было, а потом это все начинает давление все меньше, меньше, и оно все уходит и падает. И вот так руки шух, все. Итак, мы с силой своему воле, вот я, и перед, а мы все связаны, то есть, мы в едином информационном поле выталкиваем все основы смерти, отдаем карму за внедрение этих программ смерти, лжи, насилия и магии в наше священное пространство. Да. И распространяем свет и жизнь во всем нашим личным пространством и в нашем общем пространстве. Да. И вот я увидела, как этот, как будто хлыст такой, плюх, там, как бы ударил этот антимер карман. хлыстом гнали этих лошадей, вовлекали в безумие. Вот так напьются сейчас этими энергиями сами. Да, пусть вся карма им вернется обратно. я вижу, как все наше пространство как будто бы сшивается пиплами и такие нитки, зашиваются раны, исцеление. Хорошо. А там уже начинается процесс разложения. Я вижу, как есть специальные энергии, которые как бы постарают эти ликвидируют, нигилируют процессы аннигиляции. Они аннигилируют эти негативные программы, основы основ антимера. И вот там, где пространство, где это уже аннигиляция произошла, там с нашего пространства происходит такое заполнение, как толчок. Такой шар туда раз, полусфера туда проникла, туда проникла. А вот эти энергии чужеродные слышу матрица уходят. Я выбираю своего личного пространства все матричные антимеровские программы, механизмы, на всех тоннейших уровнях. вот эту ось мироздания, эту систему замены и в своем личном пространстве в нашем общем уничтожаем. да, и возвращается я слышу однозначность, то есть у нас однозначное отношение козлу и к добру должно быть. Все уходит. Хорошо. Ломается и в общем пространстве тоже. Я слышу аннигиляцию. хорошо. Все это в портал, портал закрываем и поднимаемся максимально вверх. А мы все стоим как руки свои, то есть сделали конец истории. Хорошо. Так, сейчас, Вика, отсоединись вот этой ситуацией, посмотри на свое эфирное тело, опиши, как ты выглядишь. Какая-то как пламенная вся. Сияю. Энергии вот так бурлят, крылья такие и все вот так энергии закручивается как перышки такие вот так вот так но все какое-то огненное как огонь. Отлично. Все в порядке сейчас, да? Да. Хорошо. Тогда сейчас отсоединись от своего эфирного тела, почисть все пространство вокруг, все порталы закрой. Да. И на счет три найди в эфирном пространстве мое эфирное тело, Тарас. Один, два, три. Да, вижу. Так. Считай мое эфирное ДНК, я ли это? Да, ты. Спросил мне разрешение на работу со мной для меня. Разрешаешь, ты занят очень сильно. Так, что я делаю? Ты вот так вот стоишь, вот так, как будто бы хочешь ногами сильно так пошире стать, присел на правую ногу, правая рука вот туда, и что-то тянешь из сектора магии, вот, вот такая какая-то штуковина тянешь, и оно вот такое тянется, разная энергия меняется, вот такая черная какая-то чешуя в секторе магии, переходит, считывается как шея, она такая, потом становится оранжевого цвета, а там голова, а ты вот так держишь как за шею, какой-то драконище, а там голова такая, как будто раскаленное железо в печи, вот эта голова, а к этой шее этого дракона идет такая подключка черная от шеи, и хвост его вот так бьется огромный гнев, гнев, вот так вот, и он все тело черное, чешуйчатое, а ноги, его лапы тоже туда утягиваются, вот сектор сильная тишина, его сильно-сильно тянет туда вниз, а ты вот так его держишь, как будто бы перетягиваешь из сектора магии в сектор вот туда, или удерживаешь. Так, спроси у меня, что я делаю, и что это вообще за дракон? показываешь вот так на сектор миссии первотворца, вижу, что там как будто открытый, как светится что-то, сейчас посмотрю, что это, как диск какой-то светящийся, но он не светится, а какой-то светлый, такой тусклый, как будто бы не светится, вот, а ты как будто бы вот в цистерну какую-то зашел в это пространство, слышу, я когда подумала, что за пространство, цифровое пространство, оно считывается как сон, брак, иллюзии, так, а этот диск, который вверху тусклый, считай информацию, что это такое? я слышу сон порабощения, может, я в пространство сна зашел? так, а спроси у меня, что это за пространство, пространство снас связано с этой цистерной? да, цифровое, сейчас, я слышу цифровое насилие, считывается, это как сон разума, вот так считывается, вот это светящийся диск, сейчас я его посмотрю, он как будто бы стоит где сектор первотворца, а на самом деле за ним такая черная, а это тоже самое солнце, вот это что было, ложное солнце, ложный свет, это мы раскорачиваем вот эти, знаешь, как воины света, не воины света, вот взялись за этот грейдер, за это пространство, отлично, так, этот дракон, ты сказала, вот шея идет под ключом, ко мне, я вижу сейчас эту ситуацию, что тебе подсознание давало, что ты не на своей территории, да, вот ты как раз и есть не на своей территории, как во сне ты видел, ты зашел в их пространство, я спросила, зачем, и вижу, что как будто ты берешь и вот так, как из пистолета, стреляешь в этого дракона, хорошо, тогда я сейчас хочу это пространство цифровое уничтожить полностью, этого дракона, это пространство, я вижу, что это связано со сном, ты кого-то забираешь, что-то ты берешь с этого пространства, так, считай информацию, что я беру, вот как утопленников берут, вытаскивает, они так безвольно лежат на руках, ты кого-то вытащил, как будто бы, считай информацию, кто это, разум, утопленный разум, так, а чей это разум, считай информацию, человечество, общий, да, разум, да, и он вот так вот стянется, он захвачен, я слышу, проглочен, антимира, он связан этой вот матрице черной, как утопленник, вот эта матрица, она как могила для разума, вот этот утопленник, так, хорошо, тогда сейчас поднимаем, поднимаю наверх этот разум, к первоисточнику, прошу его оживить, исцелить, ну, я вижу, что ты ему делаешь искусственное дыхание, ну, хорошо, хорошо, оживляем, восстанавливаем, освобождаем, я вижу, что ты вот так вот сейчас делаешь вот так порядок в этом пространстве и распределяешь где сон, а где реальность, сон, реальность, сон, реальность, и когда ты это все распределил, то вот стал уже нормально на ноги и взял этого дракона вот так и как-то перевернул его и он превращается в такой как змеиные клубки. Считывается матрица равнодушия. Уничтожаю. А там вверху в секторе миссии первотворца такое ликование, потому что наша Вселенная она очень радостная, живая и такая можно даже сказать веселая вот это энергии и такие, знаешь, как говорится, аж прет. от счастья все. А вот эта энергия равнодушия, уныния, страдания, это все одно и то же. Это разные градации этой энергии этого эгрегора и он выглядит как такой растянутый мешок и сверху считывается вот как просто хондра, а потом идут нижние энергии, они все ниже, глубже, дальше, дальше, хуже, приводом, дальше и депрессия, и смерть, потом и вот это все, это все признаки антиматрицы. Очищаем наше все общее пространство от всех этих энергий, которые связаны с антимиром, все их в портал уничтожения, передаем всем информацию, пусть делают то же самое, освобождаются от этих энергий. Наполняемся энергиями счастья, радости, гармонии, жизни и уничтожаем светом собственных душ этот мрак антимира. Да, и карму за все эти навязанные энергии, за все эти последствия отдаем антимир обратно, всю карму. Ты как будто бы одежку какой-то снял с себя, вот так ее выкрутил из сердечной чакры, вот эта пимпочка такая серенькая была, и говоришь, как оно мне все надоело? Закрыл и забил, забиваешь как пробоину в корабле, и вот так бьешь, и там такие гвозди идут, и вот это из нашего пространства эту черную энергию берешь как гвоздь, туда, 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 и сейчас я хочу зайти в тот момент, когда ты эту работу закончишь, что происходит? все это пространство уничтожено, потому что всю эту энергию перенаправил туда, вот я вижу, решение быть свободным, чистым, и гармоничным, оно уничтожает антимир, то есть, когда человек на физическом плане ведет, образно говоря, праведный образ жизни, живет по конам, реально, а не только рассказывает сказки, какой он светлый бог воин, вот тогда это разрушает, да, праведность, праведность это буквально оно идет как как дорога, по которой человек идет буквально ногами своими, а светлые вот эти типа воины, я вижу, они сидят и вот этот сон разума, да, у них картинка в голове, как они идут по дороге света, на самом деле все сидят вот в черных таких вот энергиях, то есть, идти по дороге и говорить, что я иду по дороге, но если человек сидит дома и мечтает, как он куда-то приедет, но он туда никогда и не приедет. Ну да, две большие разницы. Да, а если машина сел в машинку и поехал, и у кого-то Мерседес, а у кого-то Феррари 200 километров в час едет, а у кого-то там вообще самолет, а у кого-то там тележка, повозка, кто-то пешком идет, то каждый, кто встал на этот путь, все равно придет к той намеченной цели, каждый в свое время. Ну, придет. Хорошо. Ты меня хвалишь, ну, спасибо. За что? Ну, говоришь, какие мы молодцы, ты молодец. Да, мы это сделали. Так, хорошо, Вика, сейчас посмотри на мое эфирное тело, опиши, как я выгляжу, все ли в порядке. Все в порядке, я вижу, что этот пистолет, который у тебя был, ты им как бы пострелял и выбросил, а считывается это как карма, то есть ты пострелял не своими патронами, а ты просто позволил Вселенной разобраться с врагами. Да, сработали иконы кармы. Ну, отлично, отлично. И придет скоро время, скоро-скоро придет время, когда будет просто, человек только захочет подумать, только подумает кому-то причинит, причинить зло, и бах, его уже нет. Ну, пока еще это пространство они начнут еще, ну, будут еще умирать, а потом вообще никого, смерти не будет. Но если вот этот прецедент уже будет работать, то тот момент, когда кто-нибудь захочет во Вселенной, человек или другое существо сделать кому-то зло, а это означает запустить процесс смерти, то карма будет моментальная, он сразу же моментально исчезнет, я прям вижу, как булька, и нет. Да, хорошо, хорошо, Вика, тогда отсоединись. Ну, а у нас же, смотри, люди ответим, которые там соседи, что пишут, несколько уже умерло, брак, ведьм, кормал моментальная смерть, кто на них там колдовал, многие моментально сразу заболевают, один раз эта собака, которая как бы согласилась колдовство переносить, была убита прямо во время нашего сеанса, вот, так что карму никто не отменял. Да, все, Вика, на сегодня хватит, отсоединись от всех от всего, отсоединяюсь, проверяй пространство, вокруг себя все ли чисто, все ли порталы закрыты, и будем выходить. все чисто. Хорошо, тогда летим максимально вверх к первоисточнику, давай, наполняемся энергией света и будем выходить. Сейчас я посчитаю от одного до трех, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Один, два, три, открывай глаза. 2500, PVC, два, те,